Всем доброго времени суток, дорогие друзья! В новом выпуске этого видео Yumi DJI X с подэкранным сканером отпечатка пальцев и AI-камерой обзавелся характеристиками Смартфон со 100-мегапиксельными камерами уже на подходе Nokia 7.2 с необычной камерой впервые показали на рендерах Nubia Z20 может стать смартфоном с лучшей цветопередачей камеры Vivo Z5 представят уже в этом месяце Китайский производитель Yumi DJI работает над новым смартфоном Yumi DJI X Он будет самым доступным смартфоном со сканером отпечатка пальцев последнего поколения И 48-мегапиксельной тыльной камерой AI На днях на Facebook появилась защитная наклейка для экрана с указанием ключевых характеристик Yumi DJI X Защитная наклейка показывает, что в экран Yumi DJI X будет установлен сканер отпечатка пальца Диагональ сенсорной области составит 6,35 дюйма При этом компания использует AMOLED дисплей Это первый смартфон Yumi DJI, получивший сразу две флагманские функции Наклейка не отображает форму экрана И мы не знаем, будет ли это полноэкранный формат со всплывающей селфи-камерой или вырезом в форме капельки Yumi DJI X получит 48-мегапиксельную камеру с элементами искусственного интеллекта Тремя сенсорами и широкоугольным объективом В Yumi DJI X будут реализованы режим Super Night и умный подбор режима съемки и ряд других возможностей Yumi DJI поставляется с аккумулятором емкостью 450 мАч Поддерживает быструю зарядку на 18 Вт Имеет многофункциональный NFC с поддержкой Google Play При этом толщина Yumi DJI составляет всего 7,9 мм Другие подробности, включая цену, разрешение камеры для селфи и объем памяти, будут опубликованы после официального запуска Смартфоны со 100-мегапиксельными камерами уже на подходе Инсайдер Ace Universe, часто опубликующий достоверную информацию о еще не видящих смартфонах Рассказал, что уже в следующем году мир может увидеть первые смартфоны с ультра-продвинутыми камерами Речь идет о мобильных сенсорах с разрешением 108 мегапикселей и 10-кратным оптическим зумом В марте этого года Credit Suisse опубликовал отсчет от дебюти камер на 65 мегапикселей во второй половине 2019 года И на 108 мегапикселей в 2020 году Qualcomm делала похожие предсказания о камерах на 64 и 100 мегапикселей Как мы видим, первая часть этого прогноза оказалась верной Производителями камер могут выступить Samsung и Sony Nokia 7.2 с необычной камерой впервые показали на рендерах Камера смартфона – одна из многих деталей, с помощью которой можно выделиться среди конкурентов В сети появились три рендера смартфона Nokia 7.2 в защитном прозрачном чехле Первое, что бросается в глаза – тыльный сканер отпечатка пальцев и круглая площадка для тройной основной камеры У предшественника Nokia 7.1 камеры установлены по центру задней крышки Технические характеристики Nokia 7.2 не раскрываются Благодаря прозрачной накладке хорошо видны USB-C и 3,5 мм аудиопорт на нижнем торце Дата анонса неизвестна Nubia Z20 может стать смартфоном с лучшей цветопередачей камеры На сайте Weibo были опубликованы официальные фотографии, сделанные на новый смартфон Nubia Z20 Он будет выпущен в ближайшее время и позиционируется как камерафон с продвинутыми фото возможностями Снимки опубликовал соучредитель бренда директор Nubia One Huawei Они сделаны в Чили и содержат преимущественно природные ландшафты, животных и растения Особенно отмечена цветопередача камеры – яркая и при этом естественная Об аппарате известно немного Ранее инсайдер Mukul Sharma заявил, что Nubia Z20 получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Vivo Z5 представит уже в этом месяце Пока мы ждем релиз первого смартфона Vivo с поддержкой сетей пятого поколения, который появится на рынке в Китае Компания намерена обновить линейку смартфонов среднего уровня Z Компания разослала приглашение для прессы на мероприятие, запланированное на 31 июля На нем представят смартфон Vivo Z5, вероятно слегка улучшенную версию Vivo Z5X, выпущенную ранее в этом году Vivo Z5 получит тройную заднюю камеру 48 плюс 8 плюс 2 мегапикселя и 32-мегапиксельную фронталку Безымянный процессор с частотой 2,3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, нерасширяемого внутреннего хранилища Размер корпуса составляет 159 мм высота, 75 мм ширина и 8 мм толщина при весе 189 граммов Емкость аккумулятора 4500 мАч, стоимость Vivo Z5 будет озвучена на презентации И немного статистики Компания Apple регулярно отсчитывается о росте продаж своих гаджетов Но сухие цифры отчетов не всегда показывают реальный баланс сил на рынке смартфонов Американский ритейлер Bank MyCell провел опрос среди перебежчиков между iOS и Android И ситуация сложилась не в пользу iPhone По данным источника, показатель лояльности пользователей смартфонов Apple к бренду в 2019 году достиг исторического минимума По результатам опроса 38000 человек, эта цифра оказалась на 15% ниже, чем годом ранее 26% пользователей iPhone X предпочли отказаться от гаджета в пользу Android-устройства Среди владельцев смартфонов Samsung на iPhone перешло лишь 7,7% пользователей По утверждению ритейлера, лояльность опрошенных клиентов к iPhone достигла самой низкой отметки с 2011 года И составила 73% в текущем году Схожие отчеты опубликовали аналитические компании Cantar Group и Gartner Отметившие, что во втором квартале 2019 года лишь 36% продаж смартфонов в США пришлось на продукцию Apple Это на 2,4% ниже прошлогодних показателей В качестве возможной причины падение спроса на iPhone Эксперты назвали отсутствие инноваций в новых поколениях флагманов куперкиновского бренда И приятные новости для пользователей Honor, но не для всех Месяц назад Huawei подтвердила обновление до Android Q почти 20 смартфонов Теперь же стало известно, какие аппараты Honor получат апдейт до 10-й версии зеленого робота Как обычно, первыми в очереди будут флагманские устройства, но есть списки и модели среднего класса Обновления до Android Q гарантированно должны получить следующие аппараты Honor 20, 20 Pro, 20 Lite, V20, Honor 10, 10 Lite и Honor 8X Вероятно, это модели так называемой первой волны, для которых обновление выйдет в первую очередь Не исключено, что производители расширят список поддерживаемых устройств Ожидается, что аппараты Honor вместе с Android 10 получат новый пользовательский интерфейс MagicUI 3.0 По предварительной информации он будет похож на Yamaha 10, презентация которого состоится 9 августа Разработчиков FaceApp обвинили в сливе данных пользователей Приложение FaceApp, способное менять лица на фотографиях, в последнее время обрело завидную популярность Но его возможностями остались довольно не все Американский сенатор назвал программу угрозой национальной безопасности США И обвинил ее разработчиков в незаконном хранении личных данных и файлов пользователей Разработка российской компании Wireless Lab использует нейросеть для модификации изображения людей на фотографиях Меняя их возраст, пол и внешний вид, вплоть до добавления реалистичных татуировок и макияжа Несмотря на широкую популярность приложения, некоторые сочли его лицензионное соглашение подозрительным Якобы оно требует слишком много прав доступа к личным файлам в памяти смартфона По мнению американского сенатора Чака Шумера, в коде приложения скрываются незадокументированные возможности В частности, политик обвинил создателей FaceApp в несанкционированном скачивании фотографий и другой информации на серверах компании FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии людей, делая их моложе или старше Или выбирая противоположный пол Однако, чтобы пользоваться приложением, необходимо предоставить компании полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным Отметил сенатор в своем твиттер-блоге Шумер выразил обеспокоенность возможностью использования этих сведений в дальнейшем По его мнению, обработка данных на стороне разработчика и нахождение компаний в России вызывает подозрения в сливе данных американских граждан третьим сторонам Включая иностранные правительства Политик обратился в ФБР с просьбой расследования в отношении самого приложения и его авторов на предмет угрозы национальной безопасности США Тем не менее, зарубежные СМИ не смогли подтвердить заявление о доступе FaceApp ко всем изображениям на смартфонах Журналисты издания TechCrunch отметили, что запрос на доступ к медиафайлам это нормальный сценарий работы мобильных ОС Основатель компании Ярослав Гончаров уже опубликовал официальный ответ на выдвинутые обвинения Он подтвердил, что обработка фотографий ведется в облаке Но выгружаются при этом только те снимки, которые выбрал сам пользователь Большинство загруженных фотографий удаляются с сервера в течение 48 часов А запросы о немедленном удалении обрабатываются в порядке первой очереди Свыше 90% пользователей FaceApp, по словам Гончарова, обрабатывают изображения без авторизации Поэтому компания не имеет доступа к данным для идентификации человека Хотя компания расположена в России, она использует облачные службы Google А сами разработчики не продают и не передают какие-либо сведения третьим лицам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok